Здравствуйте! Эфир телеканала СКАД продолжает новости СТВ. В студии Екатерина Алексеева. С 1 июля в Самарской области изменится стоимость электроэнергии. Теперь жители региона, в чьих квартирах установлены газовые плиты, будут платить 4,45 рубля за киловатт-час. Если электрические, 3,12 рубля за киловатт-час при однотарифном счетчике. Новые тарифы утверждены в приказе регионального департамента ценового и тарифного регулирования. В Самаре отметили Международный день доноров. В этом году праздник прошел в рамках всероссийского донорского марафона «Космос у нас в крови». Все, кто пришел в этот день на областную станцию приливания крови, получили не только моральное удовлетворение, но и памятные подарки. Подробнее в нашем материале. Ольга Афанасьева одна из тех, кто кровь приходит сдавать регулярно. Говорит, впервые донорам стало больше пяти лет назад. Тогда было просто интересно. Сегодня девушка приходит осознанно, понимая, что это реальная помощь людям. У меня четвертая отрицательная группа крови, всегда потребность есть в такой, поэтому мне хочется сюда приходить. Не всегда получается, к сожалению, по работе, потому что с утра можно, поэтому для меня это прям праздник. Ну и на самом деле мне очень нравится, что лучше себя чувствовать начинаешь. А когда кровь сдаю, как-то обновляется все, ну энергии больше получается. Так что, в принципе, польза и для других людей, и для самой себя, наверное. 14 июня во всем мире отмечают Международный день донора. Это один из социально значимых праздников, который входит в перечень глобальных компаний Всемирной организации здравоохранения. На Самарской областной станции переливания крови ежедневно принимают более 100 доноров крови. На этот раз настоящий ажиотаж. Но здесь этому только рады. Специалисты отмечают, в регионе более 20 тысяч постоянных доноров и еще около 7 тысяч первичных. Ситуации нехватки, вот острые, когда ничего нет, такого практически не бывает. То есть мы, наша служба в Самарской области, мы в целом заготавливаем 47 тонн в пересчете на цельную кровь. Это достаточно для того, чтобы обеспечить все лечебные учреждения Самарской области компонентами крови. Впереди настолько крупные регионы, такие как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, там, как говорится, там, миллионы. У нас чуть поменьше все-таки населения. Поэтому, если считать по населению, то мы входим практически в десятку. Кровь можно сдавать максимум 5 раз в год. При этом те, кто сдают не менее 2 раз в год, считаются постоянными донорами. Медики отмечают, верхней границы для донорства нет. Главное, чтобы не было противопоказаний по здоровью. Все, кто пришел в этот день на областную станцию переливания крови, смогли принять участие в тематической викторине. Донорам вручили сувениры и памятные подарки. Ексена Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ. Прохудевшаяся крыша и затопленный подвал. Жители 185-го дома по улице Партизанской уже не знают, куда обращаться за помощью. По словам жильцов, управляющая компания не реагирует на обращения. Об очередной коммунальной беде и жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Дом в плачевном состоянии, жалуются люди. Цоколь разрушается, подвал затоплен, а пандусов просто нет. И это лишь малая часть проблем, с которыми ежедневно сталкиваются жильцы. Вот уже который год дом буквально рушится на глазах, но на просьбы и жалобы жильцов управляющая компания закрывает глаза, говорят люди. При этом в доме нет должников. Все оплачено по счетам. По словам жителей, воду из затопленного подвала им уже приходилось откачивать за свой счет. Совершенно никто ничем не занимается. Ну а мы что мы можем сделать? Пожилые люди, к кому обратиться? Приезжают, говорят, поговорят и уехали. Поговорили, уехали, пообещали. Самое главное, пообещали. Ну хоть дайте нам пожить. Старость, как говорится. Жители отмечают, специалисты управляющей компании ранее провели ремонт крыльца одного из подъездов. Правда, и этого люди добились лишь после приезда нашей съемочной группы. Люди надеются, что и на этот раз их услышат и помогут решить проблему. Юлия Фролова, Олег Галочкин, СТВ. А жители 46-го дома по улице 22-го партиезда уже больше месяца не могут дождаться завершения ремонта предворовой территории. Жители жалуются, кругом все разрыли, но никаких сдвигов уже больше месяца. Подробнее в нашем материале. Не знаю, зачем вот эти вот открыли погреба, они вообще не работают. И нужно было вот эту грязь всю разводить, а потом посмотрите, какие дорожки вот эти вот асфальтовые. Очень неудобный будет дизайн. Жильцы сокрушаются. Что стало с территории во дворе? Говорят, такая картина здесь уже больше месяца. Но самая большая проблема – это выйти из дома. Грязь страшная. Впечатление, что работают совершенно не люди без рабочей профессии. Но не видно, что это работяги. Работяги – профессионалы. У нас первый подъезд, войти вообще невозможно, чтобы не сломать ногу. Невозможно. Грязь страшная. Никто не работает здесь. Ну и вообще, конечно, изуродована площадка. Жители рассказывают, подойти к подъезду – целая проблема, особенно в дождь. Траншеи выкопали, но приводить в порядок двор никто не торопится, жалуются люди. Начали работать и все. Не собрали двор. Должно было бы какое-то мнение людей. Есть люди, у нас живут очень много профессионалов, рабочих, архитекторов. Ну как это так? Изуродовано вообще все. Впечатление создают, что они работают. Они приходят, они ходят, они что-то делают вроде бы, а результата нет. Люди не понимают, как им передвигаться по двору в таких условиях и как долго затянется процесс ремонта. Жильцы надеются, что их мнение услышат и помогут решить проблему. Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ. В регионе подтвердили еще 62 случая заболевания коронавирусом. Больше всего новых пациентов в Самаре – 45 человек, 11 в Тольятти. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали 65 756 случаев коронавируса. Из них 62 755 человек полностью выздоровели. Увеличилось и число тех, кто так и не смог справиться с опасной инфекцией – на 2 121 человека. Жертвами ковида стали еще 10 наших земляков. Практически у всех были сопутствующие хронические заболевания. На что обратить внимание при выборе автокресла и почему нельзя перевозить ребенка без специального удерживающего устройства. Сотрудники госавтоинспекции напомнили о правилах перевозки детей до 7 лет. По словам полицейских, кресло не только поможет контролировать ребенка во время движения, но и в случае экстренной ситуации обеспечит его безопасность. Подробнее далее. Люльки, кресла, бустеры. Параметры и внешний вид отличаются, но задача одна – обезопасить ребенка во время движения. Делится специальное устройство на 5 весовых групп. 13 килограммов – максимальный вес малыша для люльки. До 36 килограммов выдерживают автокресла, которые помогут обеспечить высокую безопасность. И бустеры, которые допускаются, но считаются менее эффективными. В них ребенка можно перевозить только на заднем сидении. Соответственно, говорят инспекторы, выбрать удобное даже для 7-летнего ребенка не проблема. Но при покупке стоит учесть некоторые нюансы. Кресло лучше брать, как говорят, на вырост, так как зимой ребенок будет находиться в зимней одежде. Особое внимание нужно обратить на ярлыки, которые находятся сбоку или на задней части, а также на магазин, в котором вы его приобретаете. Когда покупатели выбирают у нас детское удерживающее устройство, особое внимание нужно обратить, чтобы на кресле был сертификат таможенного союза, на котором указана весовая категория. Кресло нужно покупать обязательно в специализированном магазине. И продавец должен предоставить сертификат соответствия. Если такого сертификата нет, то не рекомендуется покупать, делать покупки в данном магазине. Инспекторы напоминают, вне закона теперь так называемые треугольники-адаптеры, которые надеваются на ремень безопасности. Как показала практика, они не дают нужного эффекта. Штраф за перевозку ребенка без специального удерживающего устройства – 3000 рублей. Но основная задача полицейских – не наказать, а предупредить авторюбителей. И напомнить, что относиться к вопросу беспечно в данном случае нельзя. При резком торможении скорость падения ребенка увеличивается, ребенок может получить очень сильные травмы. Госавтоинспекция города Самары обращается к водителям исключить перевозку детей в салоне транспортного средства без детских удерживающих устройств. Впрочем, как выяснилось в ходе профилактического рейда, большинство автолюбителей заботятся о безопасности своих детей. Обязательно. У родителей в машине свое кресло, у меня в машине свое кресло. И всегда пристегнуты, всегда в кресле. Понятно, что это поначалу какие-то неудобства у ребенка, дискомфорт. Потом ребенок привыкает, и все это становится нормой. В ходе рейда маленьким пассажирам вручили блокноты и раскраски на тему безопасности на дороге. Автолюбителям пожелали счастливого пути. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ. В Самаре в эти дни проходит юбилейный пятый «Волга-фест». Это единственный в России фестиваль набережных. В этом году насыщенная программа поражает разнообразием. Творческие мастер-классы, художественные инсталляции, интерактивные выставки, лекции и даже спектакли. Всего более 20 площадок. А каждый вечер на главной сцене концерт популярных артистов. Стоит напомнить, фестиваль продлится до 20 июня. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите и читайте наши новости в группе ВКонтакте. На ваших экранах QR-код. Сканируйте в камер приложения. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи.